Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Вот стало известно, что Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова. Для Охлобыстина Ефремов, безусловно, виновен. Многие стали также писать мне в Инстаграм о том, что как же так? Мы же ведь понимаем, что столько белых пятен, как же для Охлобыстина он стал виновен и так далее. Вы понимаете, здесь задумка Охлобыстина, по всей видимости, она заключается в том, что невозможно президенту помиловать человека, если, к примеру, сам человек или человек, который просит за него, не считает его виновным. То есть для того, чтобы президент помиловал своим указом, необходимо, безусловно, признание вины. Поэтому здесь, мне кажется, дело в этом и заключается. Но текст письма, безусловно, конечно, ну, не знаю, у меня вызывает как-то отторжение, скажу честно. Конечно, здорово, что Охлобыстин, так скажем, написал это письмо. В любом случае, как сказать, что ни сделай, но в плюс Ефремова, может быть, в помощь, так скажем, что ли. Но сейчас я вам прочитаю, может быть, вы не слышали еще. Актер-режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его коллегу и друга Михаила Ефремова, обвиняемого в свидетельном ДТП. Об этом Охлобыстин написал на стройе страницы ВКонтакте. Значит, вот что он пишет. Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Важаемый Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор за совершенное им тяжкое преступление, убийство безвинного человека. Вы знаете, ну, на самом деле, конечно, такие вещи пишут уже после объявления приговора. Но здесь, наверное, расчет на то, чтобы как-то, может быть, если помилуют, то чтобы не отправился он в тюрьму там и так далее. Ну, для многих людей, для очень многих людей, на самом деле, в этом деле огромное количество белых пятен. И, на самом деле, я могу сказать одно, что я согласен с сестрой Михаила Ефремова и с госпожой Биркович, что суд прошел, но я не могу сказать, что вот есть какое-то доказательство, хоть одно конкретное, неопровержимое, которое говорит о том, что Ефремов виноват. Для меня такого доказательства нет. Ни камеры, видео нет конкретной, которая показывала, что он выходит с водительского кресла. Следы есть чьи-то на подушке, еще кроме него. Отпечатков его нет на руле, говорит нам Эльман Пашаев, а есть другие отпечатки. Экспертизу подушки безопасности пассажирского отказываются проводить. То есть для меня, вот чтобы сказать однозначно, что вот как для зрителя, да, что вина Ефремова доказана и действительно, ну вы знаете, есть какое-то, это страшно, наверное, прозвучить так, что ли, успокоение в душе в плане того, что понятно событие преступления, да, событие вот этого, так скажем, не преступления, а происшествия. Ясно, что там случилось. Вот я извиняюсь за выражение, но мне ни хрена не ясно, что там случилось. Как и миллионам людей не ясно, что там произошло. Более того, чем дальше и тем, чем больше доказательств предоставлялось, тем все более запутанным все становилось. Вот что самое главное. Хотя должно быть как-то, мне кажется, наоборот. Значит, вне всяких сомнений, Михаил виноват, пишет Охлобыс, не еще раз говорю. Если он бы написал, что вот вы знаете, мы вот не знаем, виноват он, не виноват, тогда вот как бы по закону президент, он не имеет права ничего делать. Он имеет право, значит, миловать только если человек говорит, я виноват все. Или там за него пишут какое-то письмо коллективное, вот он виноват, полностью виноват, так сказать, там, и так далее. Скажут, вот признал вину, все. Тогда можно помиловать человека за заслуги, там, еще за что-то. Вне всяких сомнений, пишет Охлобыс, Михаил виноват, но проявите несправедливость. Я 20 раз прочитал, думаю, может я что-то не то считаю, как проявить несправедливость. Нет, он именно так и пишет. Но проявите несправедливость по отношению к нему. Ту самую несправедливость, в кавычках, которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной либеральной общественности. Вот это мне было непонятно. Я так понимаю, что он имеет ввиду, что обличал несправедливость, которую он обличал. Ну, то есть, видимо, это имеется ввиду вот эти вот стихотворения, которые он читал. И Ахлобыстин пишет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной либеральной общественности. Ну, фактически Ахлобыстин говорит, что простите, извините, помилуйте, так сказать, все. Он все, но с моей точки зрения, как я понимаю, да, Ефремов все это делал ни по какой ни наивности и отсутствию стратегического мышления. Ну, я так понимаю. И, не знаю, может быть, конечно, пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я все-таки прошу. И, простите за публичность обращения, в ином случае, мне вряд ли удастся донести до вас мою просьбу. Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным. С уважением, Иван Ахлобыстин. Вы знаете, с одной стороны, я еще раз скажу, Ахлобыстин спасает, там, товарища, друга, как может. Вот, каждый спасает, как ему видится. Вот, ему кажется, что так правильнее сделать. Вот, так правильнее делает. Правильно и делает так. Но, сам текст письма, вот, Ахлобыстин, я понимаю, что для помилования этот текст письма такой. Но, у меня сам текст письма, вот, не вяжется с Ефремовым, личностью Ефремова. Ефремов принципиальный человек, да, насколько я его увидел, узнал, принципиальный, очень такой, в этом смысле, честный, порядочный, там, если он идет на что-то, читает, там, что-то или там, то он не отказывается, что я, там, на этом деньги зарабатывал просто, или, там, я, там, в сторонке стоял. Он, нет, он считает, что-то его позиции и так далее. Понимаете, для меня люди делятся, вот, на категории, когда человек принципиальный, то есть, вот, он отстаивает свою позицию. Вот, он считает так, он говорит, это моя позиция, да. Да, то есть, идти, например, там, в апелляцию, в апелляционный, может быть, они понимают, что это ничего не даст, учитывая, может быть, и понимая, какие силы против Пашаева, против Ефремова. Иди в апелляцию, хоть куда там, хоть куда там, ничего там ты не добьешься, да. И люди, которые, вот, пишут такое письмо, понимаете, то есть, еще раз говорю, я ничего плохого не имею в виду здесь, то есть, каждый помогает, как может. Вот, Ахлобыстин подумал, что он так может помочь, что обратится, что обратят внимание и могут помиловать, и, самое главное, дети не останутся без отца, да. Потому что мы же понимаем, что в его возрасте сесть на, там, 7-8 лет, это, можно вообще не выйти оттуда уже. Дети без отца останутся, несовершеннолетние дети. И, в общем-то, может быть, он и правильно делает. Я говорю о другом, не о том, правильно он делает или нет. Еще раз говорю, вину, что он признает, что вот, виновен, 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 он по-другому не может написать, если это просьба о помиловании, он не может написать по-другому. Надо отдать должное Ахлобыстину, это единственный человек, который из всех, из всей актерской братьи, взял и открыто написал письмо президенту с просьбой помиловать Ефремову. Они не пришли на суд, они не пришли к суду, там, ну, там, один-два человека, да. Никита Высоцкий, Горбунов, все практически, никто больше не пришел. Но они могли написать каждое письмо, вот такое, и опубликовать у себя в социальных сетях. И это был бы некий флешмоб защиту, да. Но Ахлобыстин сделал это один, мы должны отдать ему должное. Но сам текст письма, тональность, конечно, ну, вот это вот остались в моей памяти Владимира Милосердным, это, конечно, Ахлобыстин, ну, не просто на колени встал, а еще и лбом об землю ударился. Вот так я скажу. Это правильно, еще раз говорю, для Ефремова. И правильно, что он вину признает, иначе помилования не будет. Потому что, я говорю, если он напишет, что он не виноват, белых пятен много и так далее, справедливость давать, расследование, ничего это не поможет. Но вот так вот лицом бить об землю, ну, ощущение, вот, это мое мнение просто, да. Ощущение какого-то, вот, неприятное ощущение все равно остается после прочтения. Вот, неприятное. Напишите ваши впечатления, что думаете по этому поводу, ребят. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok